Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. В сегодняшнем выпуске поговорим с вами об использовании минеральных фунгицидов. В отличие от органически синтезированных средств защиты растений, минеральные фунгициды состоят из минеральных веществ. Чаще всего это купоросы, медный купорос или железный купорос. Более современными являются как такие, как хлорокис меди, азофос и другие препараты на основе преимущественно меди. Однако железный купорос также не утрачивает своей актуальности. Сульфаты, входящие в состав купоросов, являются важным элементом питания для многих растений. А медь и железо, но железо в особенности, является очень ценным микроэлементом, который потребляется, если говорить о железе, в достаточно большом количестве. К большому преимуществу минеральных фунгицидов относится отсутствие устойчивости к ним различных фитопатогенов. И мучнистая роса, и пероноспороз, и фитофтороз, и кладоспориоз, как и микоз, и многие-многие болезни, гнили всевозможные. Неустойчивы вот эти возбудители к минеральным фунгицидам. В отличие от органических фунгицидов минеральные фунгициды практически не накапливаются в продукции, а железный купорос одновременно является важной минеральной подкормкой для ваших растений. Медный тоже, однако потребности в меде у растений не такие большие, как в железе. Именно поэтому в наших рецептах мы очень часто рекомендуем использование железного купороса не только с целью борьбы с хлорозом или с какими-то другими проявлениями недостатка железа, но также и в качестве препарата в различных модификациях для защиты растений. К существенному недостатку препаратов минерального происхождения является их высокая фитотоксичность. Стоит немного переборщить с дозой и наблюдается фитотоксичный эффект. Если 0,9% раствор медного купороса практически не действует на фитопатогены, то 1,5% раствор уже обладает значительной фитотоксичностью. Поэтому соблюдение вот этой тонкой грани между эффективностью и фитотоксичным эффектом является очень важным. В наших рецептах мы рекомендуем использовать предельную концентрацию железного купороса в 2%, модифицируя ее различными веществами. В красном или в зеленом растворе железному купоросу сопутствуют другие минеральные, иногда органические вещества, которые снижают фитотоксичный эффект, усиливают действие самого купороса, а также воздействуют непосредственно на растение, укрепляя его фитоиммунитет и улучшая его питание. К сожалению, многие люди, ну не многие, но однако же значительное количество наших подписчиков жаловалось, что после применения такого рода препаратов возникают фитотоксичные эффекты, наблюдаются ожог листьев, наблюдается даже вплоть до падения листьев и так далее. Конечно же, все это нас настораживает и заставляет давать дополнительные рекомендации по использованию этих методов защиты. Чтобы вы понимали, как мы тестируем наши препараты, я продемонстрирую вам один эксперимент. Смотрим! Итак, для демонстрации эффекта дозы при применении минеральных фунгицидов проведем очень простой, можно сказать, юнацкий, но вполне показательный эксперимент. Итак, у нас вот есть здесь красный раствор, есть бутылка, куда мы этот красный раствор сейчас перельем, с пульвером вот таким. И у нас есть три варианта. Я буду делать этот эксперимент на черенках томата. Очень нежные листья, очень чувствительное растение к переизбытку каких-то веществ. Вот в первом варианте я ничего не буду обрабатывать. Во втором варианте, чтобы понять, как будут растения выглядеть без обработки. Во втором варианте я обработаю в однократной дозе. И в третьем варианте я обработаю двойной дозой. То есть делаю, можно сказать, сюда два пшика. И мы посмотрим, что через три дня у нас получится. Итак, в этом варианте ничего не делаем. В этом варианте я делаю вот такой вот пшик. А здесь делаю более обильную обработку. И будем наблюдать, что получится в каждом варианте. Здесь раствор просто повис. Здесь раствор, видите, капает. Ну, а это контроль, где ничего не происходит. Смотрим, что будет дальше. Итак, вот что мы наблюдаем в контрольном варианте. Растения с тургором неувядшие, вполне себе бодренькие. Есть небольшие повреждения, но поскольку это контрольный вариант, здесь обработок не проводилось, то это могут быть какие-то механические повреждения при срезании самих черенков. Поэтому вот если мы что-то такое увидим, то мы будем знать, что это не повреждение от обработки красным раствором. А это просто-напросто механические повреждения. Вот посмотрим на вариант с обработкой красным раствором в нормальной дозе. Растения в целом являются, ну, не угнетенными. Они являются вполне себе такими вот адекватными. Вот было несколько пшиков до нанесения мелких капель на поверхность листьев. И вот контрольный вариант. В принципе, растения вполне адекватные. Хотя, надо сказать, что вот здесь вот немножко, может быть, чуть больше препарата попало. Немножко растения, ну, как бы увяли. Но ведь это очень нежные, молодые листья томатов. Поэтому, конечно, поскольку красный раствор так вот напрямую по использованию на томатах и не предназначен, это именно выбран он нами как тест культура, ну, здесь мы можем придраться и увидеть некоторое увядание. Но надо тоже понимать, что всё это стояло в оранжерее, жарко было здесь. Поэтому ничего удивительного, что растения не такие вот тургорные. Ну, и здесь тоже то же самое есть и на контроле. Как мы могли бы ожидать на кустах. И вот давайте посмотрим на вариант, где мы нанесли препарат, когда с листьев стекали эти капли. Как видите, здесь есть очевидные признаки подгорания, особенно более молодых листочков. Растения действительно увядшие, утратившие тургор. И хотя за три дня они не погибли полностью, однако вот здесь явно наблюдаются признаки фитотоксичности. Вот здесь вот, видите, стебель, как бы сказать, ну, сделался такой щуплый. В нём не хватает влаги, влаги не хватает, потому что нарушена транспирация вот этих листьев. Я так полагаю, что этот опыт достаточно хорошо и ярко демонстрирует, насколько важно соблюдать правила дозы. В наших роликах мы не раз говорили о том, что очень важно соблюдать правила дозы. И даже был ролик о том, как правильно наносить на растения вот эти все защитные препараты и как правильно контролировать количество препарата, которое было нанесено. Конечно, если вы льёте по листьям вот эти агрессивные препараты, и вам кажется, что чем больше вы их туда внесёте, тем лучше, то, конечно, будут признаки фитотоксичности. Кто-то скажет, ладно, всё, не буду больше использовать подобного рода средства защиты растений, эти минеральные фунгициды, они такие ненадёжные, пойду, куплю что-нибудь такое химически синтезированное в магазин, его сколько ни лей, ничего страшного. Однако же при всём том, надо понимать, хотя признаков фитотоксичности такие препараты не дают, однако они накапливаются на поверхности растений, многие системные препараты накапливаются внутри плодов, и да, растение ваше не подгорит, но ваша печень и ваш желудок и ваш организм от этого будут подгорать систематически. А если говорить о таких препаратах, как ридамил, когда вы их наносите точно с такой же беспечностью, в таком огромном количестве, как и, скажем, железосодержащие препараты, от которых листья подгорают, скручиваются, в этом случае даже сам производитель признаёт, что риски получить онкологическое заболевание достаточно высоки. Подумайте о том, насколько опасно вот так вот вносить препараты, препараты надо вносить, до лёгкого увлажнения мелкими-мелкими брызгами, как можно мельче, не допуская образования крупных капель и не допуская стекания препарата на землю, потому что в противном случае будет передоз и будет фитотоксический эффект. Кроме того, в отношении препаратов и железа, и меди хорошо известно, что в условиях повышенной влажности и высокой температуры воздействие купоросов усиливается, и препаратов на основе купоросов, поэтому даже у такой привычной 1% бордосской жидкости в этих условиях, в условиях теплицы, это, так сказать, уже не кожистые листья вишни, там, груши, яблони после плодоношения или смородины, а это нежные листья овощных растений. В этом случае в теплице особенно высокая влажность, высокая температура наблюдаются риски, высокие риски фитотоксичного эффекта. Что ж, при этом, если повреждение листьев при такой позднелетней, после плодоношения обработки железосодержащими препаратами или медсодержащими препаратами не удалось, не расстраивайтесь, в этот период это не несет какой-то особенной опасности для растений. В умеренной зоне выращивания ошмыргивание листьев со смородины, с малины, с других растений является хорошим приемом для того, чтобы растения лучше подготовились к зиме. Это вызывает переход растения в стадию зимовки, укрепляет у него кору, утолщает кору заранее, до наступления осенних холодов, и особенно южные сорта успевают подготовиться к зиме. Это известный, хорошо известный агрономический прием, которого не стоит бояться, ведь закладка цветочных почек к этому времени уже давно произошла, и листья уже не выполняют той трофической функции, то есть функции накопления питания, тем более, если они поражены, видимо, поражены болезнями визуально. В этом случае они уже действительно не выполняют никаких полезных функций на растении, а лишь являются источником заражения и перезаражения других растений. Поэтому то, что они подожглись, немножко отвалились, в этом нет ничего слишком опасного. Вообще существует много каких-то нетривиальных плодоводческих приемов, такие как летняя чеканка, летняя обрезка растений, побегов, тех же яблони, груши и так далее, которые могут удивить садоводов, но в то же время являются очень важным фактором увеличения плодоношения, особенно в условиях высокого фитопатогенного такого уровня, который на сегодняшний день очень часто наблюдается в дачных массивах, в деревнях, в поселках, там, где люди выращивают много растений и зачастую мало уделяют внимания их защите. Поэтому соблюдайте правила дозы, обязательно обрабатывайте свои растения в вечернее время, по хорошо пролитой почве. еще раз в той дозе и с очень мелкими капельками, буквально пылью такой препарата, так, как мы вас все время учим на нашем канале. Не пропускайте наши выпуски, смотрите их обязательно. Мы учим, мы рассказываем много интересного и еще много впереди. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова